Роботы, которые обнаружат клад даже на морском дне. Очки с дополнительным глазом выдали полицейским. И как заработать миллион долларов, не выходя из дома? В эфире телеканал Atomikin Business Channel, программа IT News. Все самое интересное из сферы IT-индустрии и не только. Расскажем вам прямо сейчас. Зовут меня Талгат Байгужинов. Здравствуйте. Если заглянуть в новостные ленты, то может показаться, что всех захватила идея создания IT-стартапов. В бесконечном море разработчиков инновационных приложений и гаджетов находятся и те, кто готов заплыть за бойки. Причем в буквальном смысле слова. Проекты по поиску и подъему сокровищ с морского дна всегда были привлекательны для инвесторов и бизнесменов. Однако это прибыльное дело стало буксовать, словно сев на мель. Причиной тому являются устаревшие методы ведения глубоководных исследований. Чаще всего люди, занимающиеся поиском кораблей, полагаются не на современные способы, а на легенды, устаревшие исторические справки и удачу. При этом вложения в подобные проекты достигают сотен миллионов долларов. Вместо того, чтобы гадать на картах, стартаперы из Эквадора предложили использовать беспилотные подводные аппараты, блокчейн и искусственный интеллект. Созданная технология позволяет с большой точностью анализировать данные, полученные от подводных беспилотных аппаратов. Они, кстати, способны самостоятельно обучаться. Вот и получается, что со временем распознавание объектов должно выйти на уровень стопроцентной гарантии. Только сами разработчики не собираются идти на дно. Имеющуюся информацию они планируют продавать заинтересованным лицам. Координаты с драгоценностями и другими подводными реликвиями могут стоить немалых денег. К тому же сами стартаперы все равно должны остаться в выигрыше. Деньги ведь им будут поплачиваться до поднятия клада. Хитро. Не находите? Приборы из фантастических блокбастеров постепенно начинают появляться в жизни реальной. Сходя с экранов в руки радостных пользователей. На этот раз счастливыми обладателями гаджетов стали полицейские Китая. Им выдали умные очки и, конечно, не забавы ради. Зоркий глаз блюстителям порядка нужен для поимки преступников, скрывающихся от правосудия. Дело в том, что у этих чудо-очков есть функция распознавания лиц, позволяющая даже на расстоянии сканировать пассажиров поездов и самолетов. Полицейским не нужно спрашивать документы или сопровождать подозрительных граждан в участок для выяснения дополнительной информации. Все делает умная система, встроенная в очки. Она позволяет идентифицировать лица, находя их в базе данных среди 10 тысяч фотографий за 100 миллисекунд. Скорость впечатляющая. Благодаря системе уже удалось задержать семерых злоумышленников, которые замешаны в торговле людьми, и 26 правонарушителей, использовавших для путешествий поддельные удостоверения личности. Как вы думаете, сколько можно зарабатывать в интернете? До сих пор есть два основных мнения по этому поводу. Либо это все неправда, либо зарабатывают очень большие деньги. Могу сказать, что ни те, ни другие неправы. Зарабатывать в интернете можно колоссальные суммы. Российское исследовательское агентство блогеров представило результаты рейтинга «Самые богатые блогеры России». Суммы представлены только за второе полугодие 2017 года, однако и от этих цифр некоторых интернет-пользователей буквально бросает в дрожь. Представленные популярные блогеры также востребованы и в Казахстане. Например, Валентин Петухов, известный больше под псевдонимом «Вюсаком», контент которого посвящен выходу новых игр, а также новостям из мира IT-технологий, заработал почти 490 тысяч долларов всего лишь за первое полугодие 2017 года. На втором месте расположился Амиран Сардаров со своим блогом «Дневник Хача». Забавные названия и хороший контент принесли его авторы около 478 тысяч долларов. А вот немного меньше удалось выручить так называемому новичку Николаю Соболеву. Молодой парень на своем ютуб-канале рассказывает об актуальных общественных событиях, но популярность пришла к нему только во второй половине 2017-го и за полгода принесла 456 тысяч долларов. Но больше всех, может быть, даже в мире, пока такой статистики не приводилось, зарабатывает девушка на своей инстаграм-странице. И имя ее Ольга Бузова. 837 тысяч долларов за шесть месяцев заработала телеведущая благодаря только рекламе чипсов, телефонов и прочей атрибутики современной молодежи в своем инстаграме. Почти миллион долларов. Это я повторю специально для тех, кто все еще считает, что зарабатывать в интернете невозможно. Таковы главные новости IT-индустрии к данной минуте. Оставайтесь в курсе событий информационных технологий вместе с нами. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok